У суда сейчас, если вчера вечером я сюда прогулялся, я приехал накануне и прогулялся сюда вечером, здесь был установлен только знак, давайте мы до него тоже сейчас в процессе дойдем, знак установили движение запрещено, по словам местных жителей, его установили где-то около недели назад, наверное, мы можем так предполагать, только что готовились к сегодняшнему дню, к 15 февраля. А так установили два блокпоста, которых вчера не было, сегодня они появились, первый блокпост останавливает все автомобили, на втором блокпосту останавливают людей, то есть люди, журналисты пока скапливаются, они не могут пройти непосредственно КПП и попасть на территорию тюрьмы, на которой будут проходить слушания. 16-летнему подростку из Канска Никите Уварову, который проходил обвиняемым по делу о планах уничтожить здание спецслужб в компьютерной игре, дали 5 лет колонии. 5 лет, дамы и господа, пацану, которому на момент совершения типа преступления, если это вообще можно назвать преступлением, было 14, слушайте, у меня нет слов, это все, это дно. Уровень деградации в скрип державе опустился до уровня инквизиции в средние века, когда верили, будто земля стоит на четырех слонах, и умирали от обычного насморка, поскольку единственным правильным лекарством считалась молитва. Это какой-то сюр. Я действительно не знаю, как он и комментировать, мальчишка. 14 лет играл в компьютерную стрелялку, разбомбил там какое-то виртуальное здание, вернее, даже не разбомбил, просто сказал, а может. Итог. 5 лет тюрьмы, настоящие 5 лет, в настоящей тюрьме. Мне просто очень хочется посмотреть в глаза тому следователю. Хочется посмотреть в глаза тому прокурору. Хочется посмотреть в глаза тому судья. Они как спать после собираются. А что дальше? Моему пасынку, кстати, 11 с пластмассовым автоматом в парке бегает с другими ребятишками в войнушку. Играет, может, сразу их на ПЖ или еще круче под трибуналы, как говорится, по законам военного времени. Начинаем! А вот, пожалуйста, не менее дикая история. Москвичку Дарью Сиренко арестовали на 15 суток за распространение якобы запрещенной символики в соцсетях. Что за запрещенная символика, спросите вы? Речь идет вот об этой картинке. Видите там в левом верхнем углу от вас красный восклицательный знак в квадратике? Вот это оно и есть. Правда, кто и когда признал данный значок запрещенным, до сих пор остается загадкой более того. Некоторое время назад суды на эту же тему инициировались в Красноярске и в Воронеже в обоих случаях. Дела были прекращены за отсутствием состава преступления. Что, в общем, неудивительно, судите сами. Допустим, что это и правда логотип какой-то запрещенной ныне в России организации. Ну, тогда этот логотип должен быть где-то, кем-то и когда-то зарегистрирован. А таких документов нет. Разве что члены команды Навального, многие из которых сейчас признаны экстремистом, использовали похожие изображения в своих агитматериалах. Впрочем, это отнюдь не превращает его в свастику, нет? Как думаете? Навальный, например, сам слышал, как-то произнес фразу «Мама, я тебя люблю» и что? Означает ли оно, что отныне каждый, кто говорил то же самое, хоть когда-нибудь обязан предстать перед судом? Куда нас ведет эта банда патриотов из «Единой России»? Значит, ну, я считаю, что когда люди берут на себя ответственность, в том числе за принятие не очень популярных, но чрезвычайно нужных стране решений, это значит, что это зрелые люди. Хотите еще примеров? Их и есть. У меня на рэпера Моргенштерна снова завели дело о пропаганде наркотиков, на этот раз не смейтесь. Из-за татуировок на теле музыканта. Напомню, в первый раз обвинение, которое пытались прикрутить Алишеру Валееву, касалось его песен. Однако экспертиза не нашла в текстах пропаганды запрещенных веществ. Тогда следователь пошел другим путем и в конце концов выдолмал, мол, о, смотрите, а он ведь набил себе что-то похожее на риск-кнопли. Все, есть тело, есть дело. Надо зашибись. Аплодирую стоя, слушайте. Ну тогда и авторов Википедии давайте привлекать. У них от той конопли масса статей. С картинками и фотографиями даже. Давайте начнем сжечь учебники истории, в которых написано, как из этого растения наши предки делали веревки, шили себе одежду. С каждым днем я все больше и больше офигеваю от того абсурда, в котором мы погрязли. Неглупая в общем нация превращается в каких-то насекомых. В папуасах в деградантах на четырех костях, ведь скоро ходить начнем. С палкой-копалкой на перевес это реальная журналистика. Я в шоке. От происходящего темы сегодняшнего выпуска поехали. При этом у нас некоторые главы регионов, депутаты Госдумы и офицеры силовых ведомств позволяют себе такое, о чем и говорить-то нельзя. Даже здесь, на относительно демократичном Ютьюбе, просто потому, что оноя может быть расценено как нарушение правил сообщества. Но те, кого мы ошибочно называем властями, совсем никак не реагируют. Одни отмалчиваются, другие несут чушь про какие-то национальные традиции, а Рамзан Ахматович тем временем о нем речь, если кто не понял, в раж вошел. Ладно, там противостояние кадров Янгулбаев. Мы действительно не знаем, какая кошка между этими двумя мужчинами пробежала. Возможно, это и правда их частные разборки. Но глава Чечни теперь разразился серьезными обвинениями и в сторону моих коллег-журналистов. В частности, сотрудников телеканала Дождь, тут надо сказать, признанные наагентами ВРФ и новые газеты, опять тишина. Напомню, на всякий случай, главный редактор «Новой» и господин Муратов является Нобелевским лауреатом, человек Россию прославляет. В отличие, скажем, вот от этого шута Горохового. Слава Богу, что мы живем в России, а не в Америке. Ну да мы отвлеклись. Мои коллеги в Следственный комитет обратились лично к Бастрыкину с просьбой дать оценку неоднозначным заявлением главы Чеченской республики. И снова молчок со стороны официальных лиц. Удивительно. Ну и раз уж тему сидельцев с вертухаями подняли, не мог пройти мимо вот этого, на мой взгляд, откровенного беспредела, Владимир Путин одобрил идею отправки 100 тысяч заключенных на принудительные работы. Я, когда об этом услышал, чуть в осадок не выпал. Ничего себе, президент. Гарант Конституции, гарант наших прав и свобод, по сути, дал зеленый свет на создание в России института рабства. Пропагандисты, конечно, уже брешут, мол, что вы, ни о каком рабстве речи не идет. Осужденным просто поменяют реальную отсидку на трудотерапию. Вот только я здорово сомневаюсь, что те ЗК, которым зону исправительными работами заменят, будут реставрировать Кремль, а ночевать дома с любимыми женами. Спорим, угонят куда-то, где Макар, Телят, Непас, вон за Полярный круг. Закроют в точно такие же бараки, которые просто назовут красиво общежитиями. Эти люди точно так же будут находиться под прицелами цириков-надзирателей с одной лишь поправочкой. По действующему законодательству сейчас, если сиделец привлекается к какой-то работе, он получает за это деньги, зарплату за свою работу. Получает предлагаемый же вариант прямой путь в крепостное право в ГУАГ. Рабов тупо обяжут пахать за похлебку. Единственная причина привлечения подневольного труда, привлечения труда заключенных, не хотят платить. И когда говорят, что на стройки никто не едет, на стройки не едут по одной причине, потому что им не хотят платить. Если будут платить, то люди поедут. Это первое. Второе. 100 тысяч человек работает на стройке, и вот у них подходит время освобождаться. Что, стройку остановят? Нет. Будут искать или возможности этих заключенных придержать еще, или набрать новых заключенных. Это будут по инстанциям слать рапорта, присылайте еще. Где их взять еще? Следовательно, будет такое же негласное указание. Там ужесточить законодательство, там ужесточить санкции. Но как только одна стройка будет, вот за счет такого дармового труда, идти вперед и процветать, тут же найдут еще какие-нибудь стройки. И это войдет в систему. Еще раз для тех, кто не догнал. Есть закон. По закону оступившегося человека наказывают у нас в России на ограничение свободы, на содержание подстражей в течение определенного временного периода, год, два, три, пять, десять, неважно. Вон им и есть суть наказания. У человека свободу отбирают. При этом наказанный продолжает оставаться гражданином своей страны. У него есть права, закрепленные в Конституции. Что предлагают ребятишки под благовидным предлогом? Ну, естественно. Превратить таких людей в животных, изюм знаете в чем заключается? Возражать никто не станет. У нас же оступившихся априори за людей не считают, потому что что дальше? А Ройзман все правильно сказал, это как наркотик. Олигархам понравится, что на них горбатятся рабы и буржуины, захотят внедрить крепостных и барщину повсеместно. В итоге получим 37-й год, когда, помните, сажали по анонимному доносу? Ну, потому что рабов понадобится больше. Не сто тысяч, а миллионы. Ой, а вот вы, да, думаете, что вас оно не коснется серьезно? Ну, тогда почитайте хотя бы Википедию. Как раз о репрессиях пред и послевоенных годов. Там столько всего познавательного. Все. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на наш канал. Лайки, репосты приветствуются. Это помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. Пока-пока.